5 июня в Самарской области от коронавируса вылечились 66 пациентов. При этом выявлено еще 89 инфицированных. Всего же к этому дню поправились 1348 жителей. Это 46% от всех заболевших. Летальность в регионе в полтора раза ниже, чем в среднем по стране. По информации главного санитарного врача области Светланы Архиповой, в этом году в губернии значительно снизилась заболеваемость ОРВИ, а вот число пациентов с внебольничной пневмонией напротив существенно выросло. Отчасти это объясняется повышением количества и качества исследований с использованием компьютерных томографов. Возможность именно проведения КТ-исследований для принятия решений по дальнейшей тактике ведения пациентов, она улучшила существенно диагностику. В регионе задействовано 70% коечного фонда, созданного для лечения инфицированных. Сложно обстоит ситуация в Тольятти. Туда, с рабочим визитом, чтобы оценить обстановку лично, выехал губернатор Дмитрий Азаров. Пациентов с коронавирусом и пневмонией в Автограде принимают 4-я и 5-я больницы. При этом поступают туда не только жители города, но и Шигонского, Ставропольского и Сызранского районов. В связи с этим на базе 5-й клинической больницы, где сейчас 839 заболевших на следующей неделе, дополнительно оборудуют 550 специализированных коек. Об этом рассказал главный врач учреждения Николай Ренц. Он также прокомментировал свое видеообращение к жителям. Некоторые блогеры и СМИ растиражировали ролик, снабдив громким заголовком о катастрофической ситуации в Тольятти. У нас нет катастрофической ситуации. Мы работаем напряженно, и мы все работаем напряженно. Все ситуации под контролем. Мы открываем новые койки, мы привлекаем специалистов, мы покупаем медицинское оборудование, медикаменты, расходные материалы. Но если будет безалаберного несоблюдения мер защиты, мы понимаем, что система наша, как бы мы ее ни подпитывали, ни поддерживали, она может в этой ситуации не выдержать. Я вынужден был обратиться к жителям, с просьбой, с требованием. И ваше обращение здесь точно было не лишнее. Николай Фрадович, но хочу отметить, что эта информация до людей дошла. Резонанс достаточно значительный. И я предлагаю вам эту работу продолжить уже в новом качестве. Я предлагаю вам возглавить информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Самарской области. Вот мы при нашем региональном штабе такой информационный центр создадим, я вам предлагаю его возглавить. Я почту за честь. Естественно, с сохранением должности главного врача. Медикам области, работающим с инфекцией, дополнительно начислено за май 393 миллиона рублей. Почти 9,5 тысяч специалистов уже получили доплаты, положенные по постановлению правительства России номер 415. Средства зачислены на зарплатные карты. Сегодня же начали переводить деньги для 4,5 тысяч человек по постановлению номер 484. Губернатор поручил Министерством финансов и здравоохранения сделать все необходимое, чтобы деньги пришли на карты медработников как можно скорее. Я требую исполнения сроков под вашу личную ответственность. И мне здесь информация о том, что главврачи что-то не додали, учреждения, меня не устраивает. Душу вынимайте из начальников, но чтобы все медработники деньги вовремя получали. Никаких передвижек быть не должно. О мерах по борьбе с распространением коронавируса отчитались главы крупнейших городов области. Члены правительства представили предложение по поэтапному выходу региона из режима ограничений. В соответствии их санитарным требованиям будет дополнительно обсуждаться со специалистами Роспотребнадзора. Георгий Федоров, Александр Каракулько, Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова